У нас видно ли нас хорошо? Как у нас со связью? Очень жду ваших сообщений, пожалуйста. Так, так, секундочку. Так, все хорошо, отлично. И давайте, пока мы всех ждем собравшихся, напишите, пожалуйста, из каких вы городов, чтобы было интересно посмотреть, откуда мы все собрались в нашей необъятной стране. Запись, да, будет обязательно. И мы с вами, конечно же, и поделимся. Угор, Торск, классно, Москва, Иркутск, здорово. У нас такая большая с вами компания сегодня собирается в Бакан, Краснодар. Ой, круто, 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 круто. Давайте еще прям минутку мы подождем. У нас сегодня, кстати, интересный эфир. Я расскажу вам про Рассату, как о ней заботятся, как от болезни ее уберечь, полечить ее, если она заболела. А в самом конце у нас будет приглашенный гость, моя коллега, классный агроном-консультант, который нам расскажет о питании растений. Мы еще ни разу на своих вебинарах эту тему не освещали. А сегодня расскажем. Ну и еще в конце у нас будет розыгрыш наших препаратов, поэтому слушайте, пожалуйста, меня внимательно, и мы с вами обязательно разыграем. Так, Красноярский, ой, кстати, в Красноярске недавно была. Ой, здорово, у вас не холодно, правда. Так, Красноярске, Боксары, путевка в Париж. Ну, давайте мы как-то пройдем в ночный сезон и тогда в конце разыграем, может быть, и в Париж поедем. А пока препараты. Препараты, то, что нам поможет. Между прочим, мы же тоже с вами садоводногородники. А пока путевку любят. Ну, приезжайте. Давайте лучше мы с вами как-нибудь поедем. Нет, в Париж. Давайте лучше в Париж. Мы как-нибудь заснимем еще наш прямой эфир из Белгорода, где находится наше производство, чтобы вам показали, как создаются биопрепараты. Так, уже пятна с нами одна, нас уже много. Давайте, наверное, потихонечку начну, а то я могу уже говорить долго. Так, ну что ж, приступим. Мы сегодня с вами разговаривать будем про рассаду и ее болезнь. Кстати, мы тут в офисе начали сажать рассаду и снимать небольшое приключение путешествия нашей рассады из Москвы в Белгород. Мы сейчас выращиваем, а потом будем перевозить ее на наш научно-спитательный центр наш в Белгородский, в Теплице, и мы вам потом покажем, как она себя чувствует. Ну, ладно, давайте мы с вами приступим потихонечку. Забыла представить. Меня зовут Дарина Димитрова, агроном-консультант компании Агробиотехнология. С некоторыми из вас я уже знакома, кто-то не знает еще меня, как я выгружу. Вот, здравствуйте. Вот. Значит, сегодня про рассаду, про розыгрыш я вам тоже рассказала. Так, ну что ж, рассада. Долгожданный сезон посадки растений уже на носу. Вот-вот-вот уже начинается. А кто-то уже и сажает, особенно цветочной культурой, которую нужно было посажать чуть раньше. Мы уже начали сажать. И поэтому давайте мы уделим большее внимание рассаде. С чего начинается вообще рассада и выращивание растений нашего урожая долгожданного и красивых цветов? Это выбор семян. Выбор семян всегда, ну, сложный достаточно. Много сортов, гибридов и прочего. И тут, в общем-то, правил-то не так много предметов. Как выбрать семена? Самое главное – это проверенные производители, чтобы мы с вами точно были уверены в компаниях, которые производят семена. Так. Дальше. Сорта гибридов. Вот тут вот сложнее. Сорта многим проверены есть. Они стабильные, они четкие, все про них известно. И каждый год появляются гибриды разные, которые увеличены, например, урожайность, улучшение цветения, вкусовые качества и прочее. Вот тут, в общем-то, тоже нужно выбирать между сортами и гибридами, что мы хотим с вами получить. Какую-то новинку яркую, интересную. Но, правда, с которой мы не сможем в будущем получить семена. Ну, однако, мы получим то, что хотелось бы. В общем, тут тоже обратить нужно внимание на сорта и гибриды. Зона выращивания. Вот здесь больше, конечно, ответственность лежит на нас, на покупателях, когда мы высаживаем наши растения, потому что часто мы хотим вырастить на своих участках что-нибудь экзотическое, что-нибудь эдакое, интересное. И вот не всегда мы учитываем зону выращивания, что вырастет наше растение, получим этот результат, на который рассчитываем или прочее. Срок годности. Я, например, как любитель суда вон и огородник, я думаю, такая не одна, часто закупаем по семенам прок. И вот собирается целая огромная коллекция. И, конечно же, все вы судить не получаете. И срок-то идет, схожесть семян с сомнением падает. И вот тут, конечно, нужно быть более внимательным к сроку годности. Чем он старше, чем позже семена собраны, тем вероятность их схожести, конечно же, падает. Но, однако, все, можно еще попробовать. В общем, к сроку годности тоже нужно отнестись очень внимательно. Вообще, производители у нас сейчас достаточно ответственные. Они все прописывают параметры семян на пакетиках. И я думаю, что вы в своих магазинах тоже это часто видите. И сами про семена многое знаете. И при этом, да, немаловажный выбор – это семена. Чтобы мы выбрали хорошие, качественные семена. Но, помимо того, что как мы с вами сделали этот сложный выбор с семенами, теперь нам нужно их подготовить к посеву. Часто необработанные семена. Часто нам встречается необработанные семена. И здесь желательно их обеззаразить. Потому как на поверхности семян может оставаться инфекция. И еще самое неприятное – это внутрисеменная инфекция. Здесь помощь. Нам придут биопрепараты. Наши известные. Мы уже с вами знаем, что у нас 4 препарата в компании. Алерин, гомаир, глиокладин и трихоцит. Так вот, подготовить семена к посеву помогут алерин и гомаир. Вот они, наши вот любимчики. Что они делают? Что нужно сделать? Нам нужно взять по одной-две таблетки каждого препарата, растворить их в стакане воды. Вот здесь вот я как раз на фотографии растворяю. И замочить семена. Замачиваем мы семена на 2 часа. Так, чтобы вода, раствор не погружал полностью, не покрывал семена. Чтобы был доступ к воздуху. На 2 часа мы замачиваем семена. И потом приступаем к посеву. Если, например, мы провели вот эту обработку семян, а сегодня уже посадить не получается, то выкладываем семена на салфетку, высушиваем их и потом сажаем тогда, когда придет время. Особенно этот способ обеззараживания семян актуален, когда семена мы собрали сами. Или взяли у соседки. Или к нам они как-то попали, мы точно не уверены в их стерильности. Ну, стерильность вообще не бывает. В общем, для того, чтобы обезопасить себя от инфекций, необходимо обеззаразить семена. Обязательно. Польза от наших биопрепаратов, она такая, что на поверхности семян образуется защитная пленка из полезных бактерий, которые защищают нашу семечку от инфекций. Вырабатывают антибиотики, создают естественную природную защиту семян от почвенной инфекции, которая самая страшная для рассады – почвенной инфекции. И раз мы заговорили о почве, то и поговорим, как же и почву подготовить к посадке. Покупной ли грунт? Либо грунт, который мы собрали сами, садовая земля, некоторые лесную землю используют. В общем, разными способами рассадную смесь мы готовим. Ее тоже необходимо подготовить к посадке. А здесь тоже существует много разных способов. Вы слышали? И в организовке протравивают, и перекисью, и прокаливают. В общем, множество-множество способов, но самый такой экологичный, самый безопасный способ, и тот, который не навредит, самое главное, полезной микрофлоре в нашем грунте – это внесение полезных микроорганизмов. В частности, трихоцин, который содержит точный грипп триходерма. Что делает триходерма? Распространяется в почве, она вытесняет все фитопатогены, не дает им развиваться, не дает им жизненного пространства, и таким образом борется с фитопатогенами, сохраняя при этом полезную микрофлору самого грунта. Как применить трихоцин к рассадной смеси? Очень просто. В нашей упаковке трихоцин, здесь два пакетика по 6 грамм. Мы берем с вами один пакетик и размешиваем его в 50 литрах субстрата. Если это сделать достаточно проблематично, то растворяем трихоцин в воде комнатной температуры и потихонечку проливаем в нашу рассадную смесь. Передозировки препарата бояться не стоит, потому что природа, она все равно не терпит, когда слишком много кого, быть то ни было, и потихонечку природный ваннобаланс триходерма придет в норму. Вот. И потом-таки не навредит, так как это полезный грипп, он никак не влияет на семена и не повредит им ни в коем случае. Поэтому передозировки не бойтесь. Подготовили мы с вами субстрат. Какая еще? Ну вот польза. Польза – это биофунгицид трихоцин. Подаем все почвенные микроорганизмы. Возбудители корневых и прикорневых гнили. Мы дальше с вами поговорим, что корневые и прикорневые гнили – это самые злой, злейшие враги нашей рассады, которые способны просто уничтожить ее буквально за один день. Вот. Как мы тогда, мы с вами подготовили семена и грунт, теперь посадили. Вы знаете, что есть правило всхожести семян. Как их нужно сделать. Мы замачиваем семена, либо сразу сажаем в емкости и накрываем пленочкой. Для чего? Для того, чтобы создать парниковый эффект. Повышаем температуру. Всходят семена, как правило, при высокой температуре 22-25, а то и выше градусов. И как только появились всходы, нам нужно температуру понизить, перенести наши молодые всходы буквально, понизить температуру в 10 градусов до 20. Так она крепнет, приземлится, станет более приземлительной, перестанет вытягиваться, будет набирать в себе силу. Растет наша рассада. Появляется первый листочек настоящий. Второй – радует нас. Замечательно. И для того, чтобы растения радовали и сросли крепкими и здоровыми, есть несколько правил ухода за ним. Самое главное, один из самых главных параметров – это полив. Полив чем важно? Опасно рассаду как переливать, так же и пересушивать. Пересушивать чем плохо? У молодой рассады, у молодых растений достаточно хрупкая корневая система, которая не способна запасти в себе влагу для того, чтобы пережить временную засуху. А если у нас возникает перелив, то здесь, как тут, как тут, возникают и набирают силу почвенные микроорганизмы, которые активизируются, могут натридеть рассаде, вызвать тем самым болезнь растений. Температура. Температура очень тоже важна, как я уже сказала, для всходов и для выращивания рассады. Часто мы располагаем свою рассаду на подоконниках, любимое место наше. Здесь все хорошо, за исключением того, что могут быть перепады температуры. Между комнатой, например, и самим подоконником. Либо еще бывает, что поддувает из самого окна, а из батареи идет горячая вода. Чтобы помочь рассаде садаптироваться и создать более или менее комфортную температуру, самый такой приятный, хороший совет и простой, положить на пенопластовую подложку, поставить нашу рассаду. Так она будет изолирована от потока горячей воды от батареи. Или можно еще небольшой бортик между окном. И рассады тоже пенопластом закрыть, тогда мы создадим некий парниковый эффект, парничок такой, который убережет нашу рассаду. Свет. Свет необходим постоянно. Как только взошла рассада, тут круглосуточно нужно ее подсвечивать, потому что фотосинтез у нас активно развивается, рассада растет, набирает силы. Свет. Свет, свет, свет. Потому что как только свет хоть чуть-чуть не достает, ростки у нас вытягиваются, растение ослабевает. Ну, в общем-то, проблемы с вами, знаете, становится много. Объем горшка. Тоже немаловажный фактор. Нужно, конечно же, выбирать правильный объем горшка. И начинать с маленьких емкостей, постепенно наращивать. Почему нельзя сразу посадить в большую емкость? Потому что растение начинает наращивать в корневую систему и, в общем-то, тратит время на то, чтобы охватить этот горшочек. Забывая, ну, да, замедляя свой рост вегетативной массы. Всему свое время. Постепенно-постепенно увеличиваем объем горшочек. Дренаж. Дренаж крайне необходим как раз-таки для профилактики возникновения корневых гнилей и ошибок в переливе. Он нас, по крайней мере, убережет. Наш растение дополнительно. Помните. Ой! А что случилось? Все. Мы же с вами на связи все? Одну секундочку. Напишите, пожалуйста, видите меня, слышите? Видно слышно. Слышно видно, да? Отлично. Хорошо. О, все. Отлично. А то у нас тут какой-то сбой произошел. Так вот. Значит, с дренажем мы тоже с вами разобрались. Пространство. Пространство для рассады крайне необходимо. Для чего? Для того, чтобы рассады растет, растение развивается, становится все больше. И для развития листовой пластины ему нужно место. Поэтому вплотную растение, конечно же, лучше не располагать, а дать им возможность развиваться, расширяться. Тогда мы будем получать более красивое растение, более сильное, такое крепкое. Я понимаю, что не всегда много места у нас на подоконнике. Приходится придумать различные конструкции, но все-таки это то, что необходимо растениям. Мы хотим получить хороший результат, хороший рожай, хорошее цветение, вот все-таки позаботиться нужно. Сроки посева. Это вообще прям бич. У каждого, конечно, есть своя теория. Когда сажать, что сажать, но по сути торопиться в этом вопросе точно не нужно, потому что вытянувшаяся рассада это не залог урожая. К сожалению, мы можем, наоборот, получить худшего качества результат в конце сезона. Так же, как я опоздал со сроками, мы также можем недополучить урожай или не увидеть цветение. Например, иустому, который мы посадим сейчас, вряд ли мы насладимся ее цветением уже в конце сезона. Поэтому для каждой климатической зоны, конечно, свои сроки по высадке растений на постоянное место. Но давайте все-таки помнить, считать, сколько, какого возраста должна быть рассада перед высадкой и отсчитываем время. Ну, не торопитесь, не надо торопиться, здесь этот вопрос точно спешки не требует. И биопрепараты. Биопрепараты это друзья нашей рассады, те друзья, которые помогут. Чем позже посадишь, тем меньше за свет заплатишь. Ну, в общем-то, да. И, в общем, в тех южных регионах, кстати, которые награждены с солнышком, вообще могут избежать посева рассады, а, например, те же самые томаты уже всаживают в теплицу. И они чуть дольше сходят, но гораздо крепче и быстрее нагоняют. Поэтому, да. Так вот, биопрепараты. Наши друзья, те, которые действительно помогают рассаде за счет своих полезных свойств по защите растения, по его напитке полезными веществами и укреплению иммунитета. Биопрепараты, кстати, еще активно защищают растения от стресса, вырабатывают их стрессоустойчивость за счет своих полезных веществ, которые выделяются в процессе жизнедеятельности. Что это нам дает? При ошибках при выращивании рассады, перелив, засуха небольшая, недостаток света, вот какие-то погрешности в агротехнике, за счет своей стрессоустойчивости растение с этим может справиться. Гораздо лучше, чем без подмоги. Так вот, мы ухаживаем, стараемся, но все-таки иногда растения наши заболевают. Что нам просигнализирует о заболевании нашего растения? Это изменение цвета листьев. Побелели, побледнели, побурели, почернели листья, изменили любую окраску, значит, что-то не так. Деформируются листья, скручиваются, сморщиваются, выворачиваются, наизнанку пузырятся, точно проблема. Пятна, налет, опадают листья, отстает растение в росте, вянет и при поливе не восстанавливает свой турбер. Явно у растения проблема. Скорее всего, это уже заболевание. И вот здесь нужно быть более внимательным, чтобы понять, что случилось и как помочь. А помочь нужно как можно скорее. Часто клиенты говорят, что замачивают семена, и если они всплыли, значит, не схожи. Правда ли это? Мы сейчас с агрономом с вами на эту тему поговорим. Секундочку, в конце обязательно мы с вами вернемся к этому разговору. И так вот, любое изменение формы, цвета, листьев точно сигнализирует о проблемах растения. Большинство болезней расцараса связано с патогенными грибами. И патогены развиваются при условии, при двухуслойках. Это низкая температура и высокая влажность. Поэтому перелив очень опасен. И опять же такие погрешности в температуре очень сильно гредят и позволяют развиваться, к сожалению, в патогенах. Так вот, чем болеет расцар? Болезней у нее, слава богу, не так много, но очень они коварны. Самая коварная болезнь – это черная ножка. Как выглядит черная ножка? Растение буквально 2-3 настоящих листочка и все упало. И в основании у корешка появляется такая черная перетяжка. К сожалению, это черная ножка и растение погибает. Помочь при этом очень сложно. даже не все, к сожалению, погибло. Что здесь, где почему появляется черная ножка? Это ошибки в переливе. Почвенный гриб, который находится в почве спора, они очень быстро разрастаются и губят нашу рассаду. Резоктаниоз тоже очень неприятная разновидность корневых гнилей, которые поражают в первую очередь корни. Споры патогена сохраняются в почве и на растительных остатках. Это очень актуально, особенно для самосборной рассадной смеси. В этом случае корни покрываются ржавым налетом, стебель становится ниже семидальных листочков, темным и таким истонченным. Растение тоже погибает. Развивается болезнь здесь уже при повышенных температурах, как раз-таки 28-30 градусов и нехватке света. И еще влажность высокая. Высокая влажность, вот, да, еще раз повторюсь, уже не в первый раз, это прям такой важный фактор развития фитопатогена. К сожалению. Фузариоз. Рассады поддержаны фузариозу. И ее опасность этой болезни в том, что она очень быстро переносит от одного растения к другому. Возбудитель также сохраняется на растительных остатках и живет в почве. Так, признаки. Болезнь распространяется. Снизу вверх растет. Сначала нижние у нас листочки поражаются, вянут, желтеют, опадают. На листьях такие жилки, на тех листьях которые повыше, жилки становятся бесцветными, черешки искривляются и листья крутятся. И потом уже, вот как здесь показано, листовая пластина истончается, истыхает, и в общем-то растение начинает увядать. Причины зараженные семена или почва. Вот все в почве. Почва, конечно, здесь у нас в воросаде играет просто колоссальное значение. Гриб-патоген активно развивается при высокой влажности в почве. И еще одна болезнь это вертицелезное увядание. Болезнь это поражает сосуды растений. Развивается медленно, часто принимает хроническую форму. Сфоры патогена зимуют на растительных остатках в почве. Первый признак у рассады вянут листья. Причем только днем, а ночью турбур у них, то есть упругость листьев восстанавливается. Постепенно листья меняют окраску, по краям появляются пятна, а ткани между желтками начинают отмирать, образуя V-образные пожелтения. Вертицелезное увядание тоже развивается хоть и медленно, но достаточно стремить уверенно, и гибли растений к сожалению тоже очень вероятно. Так что же делать? Вот мы с вами напугались, конечно, всевозможными и неприятными заболеваниями. Что делать? Чтобы избежать всех этих неприятных болезней, нам нужна профилактика. Профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Мы обеззаразили семена, мы обработали грунт. Дальше, когда появились исходы, когда рассада начала набирать силы, расти, теперь стоит о ней позаботиться. Так вот, для профилактики корневых гнилей здесь необходим нам препарат глиокладин, который также содержит, как и трихоцин, гриб триходема, почвенный гриб, и защищает как раз-таки корешки растений от корневых гнилей. Пользоваться им очень просто. Один горшочек объемом 300-800 мл, если меньше, то же самое. Одна таблетка под одно растение, буквально на глубину 2-3 сантиметра под каждое растение. Засыпаем почвой и проливаем водой. Обращаю ваше внимание, что закапывать глубоко глиокладин не стоит. Все-таки это почвенный гриб, он живет на поверхности почвы, распространяется на поверхности почвы, поэтому не нужно его прямо углублять. Дальше, глиокладин можно использовать также при пикировке рассады, при высадке в грунт. Это одна таблетка под одно растение в лунку, а также повсекундные цветы. Глиокладин как раз тот препарат, который необходим всем нашим растениям, потому что все-таки триходема, которая входит в состав препарата, действительно снижает риски возникновения неприятных заболеваний наших растений, в том числе и комбин. Дальше, мы с вами позаботились, защитили корневую систему. Теперь очередь будет позаботиться еще и о вегетативной верхней части растения. Что здесь мы можем сделать? Здесь используем два препарата, аллерин и гомоин совместно, по одной-две таблетки каждого препарата на 10 литров подрывок. Такое большое ведро вам показало. Ну, в целом, этот раствор что даст? Мы покрываем нашу рассаду, опрыскиваем опрыскиваем нашу рассаду, покрываем ее бактериями, полезными бацулисуптилис, которые, вот и повторюсь, живут на поверхности растений, еще они проникают и в почву, то есть на поверхности почвы живут. Бацулисуптилис, помимо того, что защищает растения от заболеваний, от болезней, еще и стимулирует корневую систему. Поэтому после пикировки обработать оливинус-гомоиром раствором этих препаратов пересаженные растения необходимо для того, чтобы корень был застимулирован, простимулирован в своем развитии. И опять же таки рамки, которые появились в результате пикировки и пересадки быстрее затянулись и растение стало развиваться. Так, что здесь у нас? Польза какая? Препараты подавляют избудителей болезней, выделяют в процессе свежения деятельности природные антибиотики, вступают в симбиоз с корневой системой, как я уже сказала, стимулируют рост, развитие фитогормонов. Вот такие чудесные препараты, в хорошем смысле слова, те, которые действительно помогают нашим рассаде развиваться. Подытожу я нашу беседу свою про биопрепараты и уходу о рассаде, подытожу свою речь об уходе из рассады информации про наши препараты. Еще раз, аллерин это биологический фунгицид, препарат, который борется в основном с грибными заболеваниями овощных, ягодных, цветочных культур, любых культур, комнатных цветов, овощные, ягодные, цветочные, любые. Предназначены для предпосадочной обработки материалов, полива растений под корень, опрыскивания растений в период роста. На все вегетации, мы начали с малышей, до вот самого большого растения, используем препарат на основе бактерий. Период защитного действия 7-14 дней при однократной обработке. Гомоир тоже на основе бацерисуптилис, имеется другой штамп, и он больше биологический бактерицид, поэтому совмещение двух препаратов аллерин и гомоир дает большую эффективность, больший эффект для эффективной защиты растения. Также для бред посадочной обработки семян, проливы растений под корень, опрыскивание растений в период вегетации. 7-14 дней период защитного действия. Почему 7-14 дней? Потому что когда мы вносим большое количество биологических препаратов, бактерий полезных, мы их количество увеличиваем, бактерии делают полезное дело, однако природа все-таки не любит, когда очень много кто-то разрастается, и потихонечку баланс бактерий сводится к природному. И далее, если у нас опять-таки падает наш титр полезных бактерий, и для того, чтобы защиту усилить, нужно будет еще раз обработать 7-14 дней периода. Глиоклодин наш любимый биофунгицид почвенный, который борется с корневыми гнилями, который обеззараживает, значит, профилактическо обеззараживающего действия, предназначен для подавления возбудителей заболеваний, сохраняющихся в почве. Дезинфекция почвы, рассада, посадочная, во время посадки и пересадки растений используют препарат. Обязательно. Трихоцин. Здесь штамм повыше, чем у глиоклодина. Он больше предназначен, кстати, даже для открытого грунта. Танген нужно обработать почву перед высадкой на постоянное место. В теплице также можно обрабатывать, естественно, просто для открытого грунта он эффективнее получается. Дальше. Трихоцин прекрасно справляется, помогает ускорению компостирования за счет переработки растительных остатков. И в конце вес сезона, после того, как мы убрали все растения с грядок, также обрабатываем почву трихоцином для подавления почвенных возбудителей заболеваний, те, которые остались, и для переработки растительных остатков. Наши биопрепараты, любимые наши, абсолютно безопасны для человека, животных, рыб, пчел. Идеальное при выращивании фруктов и овощей для детей, потому что безопасно, действительно. Возможно, в период применения, в период плодоношения, это очень, кстати, актуально для ягод, тех же самых, клубники, землянику, и там, на кустарник, все возможные, когда вот прям хочется поскорее уже съесть, а что-то нужно поработать, помочь растению справиться с тем или иным заболеванием, либо профилактически обработать. Помыл, обработал, помыл, съел. Вот такой принцип у нас наших препаратов. Эффективно предотвращает возникновение и развитие болезней, способствует увеличению содержания витаминов и продукции, повышает ее лежность. За счет чего? За счет того, что растение действительно находится под защитой полезной микрофлоры, за счет того, что оно не борется самостоятельно с заболеваниями, оно аккумулирует в себе силы для возревания плода, для того, чтобы продолжить свою жизнь, а ему нужно для этого создать красивый, плотный, хороший плод, который радует, кстати, нас. Так, снимают токсичность почв после применения химических пестицидов, восстанавливают полезную микрофлору почвы. Поэтому биопрепараты это наши друзья, те, которые нам помогают получить долгожданный результат, растениям помогают расти и, в общем-то, баланс природы соблюден в пользу хороших. Совместимость препаратов напоследок. В рабочем растворе препараты совместимы с любыми бактериальными препаратами, с любыми регуляциями ростов, удобрениями, в большинстве гербицидов, со всеми препаратами, кроме бактерицидов, то есть со всеми препаратами, которые борются как раз-таки с бактериями. На этом моя часть закончена, я вам рассказала, что знала, а что еще нужно будет рассказать, если у нас будут вопросы, пишите, я вам сейчас отвечу. Сейчас я хочу пригласить свою любимую коллегу Лену Дюнякину, она нам сейчас расскажет про питание растений, я пока почитаю те вопросы, которые вы мне поставили, и мы вам все ответим. Итак, Елена, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, очень рада, что вы сегодня все собрались, и я освещу такую тему, как питание растений, часто у нас растения меняют цвет листьев, меняют внешний вид листьев, нам кажется, что растение заболело, а может быть проблем совсем другим. вы видите на этой картинке бочку, бочку эту невозможно наполнить, потому что в бочке какой-то например элемент питания отсутствует, и поэтому растение не может полностью использовать свой потенциал. Эта бочка ее придумал Юстус Лебих, она еще в позапрошлом веке была, так сказать, наглядно показана и очень хорошо демонстрирует недостаток элементов питания, о том, что даже небольшой недостаток не дает раскрыться полностью растению, получить выражай. Ну, прежде всего, мы понимаем, что наш вкусный выражай мы едим, а что же едят растения, и что для растения в те же самые элементы питания, ведь растения состоят из тех элементов питания, что и мы, что и человек, и прежде всего азот. Вы всегда слышали, что говорят азот в фосфоркале, вот мы начнем с главного элемента питания. Если для человека азот это главный элемент белка, и ассоциируется, ну, прежде всего, с ДНК, то для растений избыток азота, подобно булочкам, подобно выпечке, ведет к разрастанию излишнему, ведет к рыхлости, и мы видим на картинке, как по-разному может азот влиять на растения. Вот при дефиците азота растения просто перестают расти, хотя они и цветут. Нормальный уровень азота приводит к тому, что растение хорошо развивается, цветет, а вот избыток азота приводит к тому, что растение уходит в вегетативный рост. Оно становится темно-зеленым, внешне хорошо растет, хорошо развивается, и очень часто слышу я растения крепкие, хорошие, урожаи нет или не цветет. Это вот как раз при избытке азота. Фосфор. Что вообще фосфор для биологических объектов, для клеток? Ну, для человека это прежде всего кости и ассоциируются у нас с рыбой, а еще фосфор это источник энергии, и вот тут представлены энергайзеры, это растение тоже имеет энергию и тоже должно расти. Но прежде всего фосфор очень важен и для формирования корневой системы и для цветения, и при его недостатке мы не получим хороших результатов и мы не получим хорошее цветение. Как проявляется дефицит фосфора? Дефицит фосфора проявляется на растениях прежде всего такой вот красноватым оттенком на листьях, растения отстают в росте и, например, на плодах уже появляется такой же характерный, как на перчике, здесь красноватый налет, хотя перчик очень плохо формируется при недостатке фосфора. Вы видите землянику, которая, в принципе, формируется, но очень плохо, да, и показаны листочки, которые окрашены вот в такой вот сиреневый оттеночек. также если внешне даже и нет проявлений, то плоды, вот, например, яблоко может быть поражено внутри в связи с плохим развитием. калий, что это, прежде всего? Это, ну, такой, как спортивный элемент, он влияет на мышцы, на нервную систему, препятствует обезвоживанию организма, также и в растении, это сила растения, и растения с калием очень хорошо переносит засуху, переносит морозы, ну, в принципе, как человек, да, с кусочком мяса, с кусочком сала, тоже перенести морозы полегче становится. Ну, и как же растения сигнализируют, да, о том, что у него нет калия? Все знают, бывает, что у него нет калия, и его причина, как раз может быть, именно нехватка калия, а еще плохое вызревание плодов. Мы часто видим томаты, которые имеют такую вот неравномерную зелено-красную окраску, чаще всего это связано с недостатком калия. И прежде всего я хочу сказать, что недостаток может быть не сам по себе, он может быть как вторичный признак того, что какого-то элемента много. Много, например, азота, уже становится мало калия. Много другого элемента, ну, блокируется. Может быть, в какой-нибудь следующей презентации мы расскажем о друзьях-вентгеронистах. Обязательно рассказывать. Обязательно много, только у нас надо же рассказывать, делиться знанием. очень важный элемент кальция, про него никто не говорит, очень редко про него вспоминают, но для человека он всегда какой-то такой очень важный, прежде всего для зубов, для костей, и мы его ассоциируем с молочными продуктами. Основной источник кальция для растений кальциевая селитра. И, как правило, они иногда забывают или боятся им применять, что это слово селитра содержит в себе такое название селитра. Но бояться не стоит, это единственный источник растворимого кальция. Что мы можем наблюдать при недостатке? Прежде всего, листики, края листьев начинают скручиваться, начинают деформироваться. Уже если у нас есть плоды, как мы видим здесь томаты, у них может сформироваться вершинная гниль. Также на перце и, в принципе, на всех плодах. Также на яблонях может сформироваться вот такая горькая ямчатость. Понятно, что такие яблоки уже не придется в пищу, но нужно не забывать подкармливать обязательно препаратами кальция или вносить их под кури. И следующий наш слайд. Вот вы видите две тут такие молекулы. И чем же они отличаются? Отличаются они тем, что в центре молекулы гемоглобинового железа, а хлорофилла магний. Поэтому магний это важнейший элемент питания. Он прямо идет за ручку с кальцием и про него нужно не забывать. Это основа хлорофилла, то есть основа всей жизни растения, как у нас кровь, основа нашей жизни. Дефицит магния проявляется прежде всего таким вот пожелтением и в конечном счете может быть даже некроз межилкового пространства, листа. И часто наблюдаются такие симптомы и на рассаде бывают, и на взрослых растениях. И тут нужно призадуматься, давали ли магниевое давление и есть ли магний. Ну и следующий у нас слайд. Такой вот обобщающий, который показывает растение. Еще раз подытожим все с основ. Значит, азот это на старых растениях, пожелтение, плохой рост. Фосфор красноватая оттенка, магний только что у нас был это у нас пожелтение межилкового пространства, калий краевой ожог, а далее у нас идут элементы микроколичества, это так они и называются, микроэлементы. Ну, об этом может быть в следующий раз. Так, мы закончим? Да, это картинка, мы заканчиваем, это такая образная картинка, конечно, мы не хотим таких листьев. Я хочу сказать, главное отличие от бактериальных и от гриппных болезней на растениях, то, что все эти проявления идут без размягчения такого видимого листа, без каких-либо спор на листе, то есть листь практически меняет свою краску и он или сохнет, или само растение медленно погибает и даже не всегда, потому что что там и все-таки вот в отличие от как раз-таки заболеваний, которые способны очень быстро погубить наше растение. Ленечка, вы закончили? Вопросы задавайте, а мы пока почитаем, у нас вопросов с тобой много, давай почитаем. Обработанные семена обрабатываем, ну вообще добросовестные производители, которые покрывают тираму, в частности, семена, они их защищают. Если вы хотите убедиться, дополнительность обеззаразить семена, можете, но в целом обработанные не обязательно обрабатывать. однако вы не навредите внесением биопрепаратов даже обработанным семенам, потому что, опять же-таки повторюсь, мы насыщаем почву, мы позволяем за счет жизнедеятельности микроорганизмов ускорить и прорастание семян, и корнеобразование. Вы не испортите, ни в коем случае не навредите даже обработанным семенам. Не обработанным, конечно же, вы еще и убережете дополнительно от фитопатогенов, которые на поверхности семян есть. Применение трихоцин за сколько дней до посадки? Мы обрабатываем трихоцином где-то за неделю до высадки, чтобы триходерма успела справиться с фитопатогенами, которые есть в почве. Не забываем про температурный режим. Мы вносим трихоцин, когда уже почва прогрелась выше 10 градусов. Тогда биопрепараты начинают работать. Ой, верни, верни, верни. Мы высаживаем рассаду, в которой живет триходерма в почве. Валерине с гомоиром сенная палочка. Вы рекомендуете пролить почву. Антагонизма не будет? Нет, не будет. Между собой полезные микроорганизмы не будут спорить, не будут мешать друг другу. Если по совместному применению триходермы, например, и бацилюса, то в целом лучше разнести две обработки по времени как в 3-4 дня. Но и с присовместной ничего плохого не случится. Ты же права? Да, конечно. Ну вот. Так, изолеты глиокладина и трихоцин совместимы. Вот на этот вопрос я сейчас вам не отвечу. Александр, если можно, я его заберу с собой и вам обязательно отвечу чуть позже, если вы не выгрожаете. Хороший вопрос. Пока я его оставлю, наверное, все-таки без ответа. Семная палочка относится к почвенным бактериям. Как долго она может осуществлять свою жизнедеятельность на поверхности листьев? После опрыскивания, не погибая и не впадая в состояние спора. Хватит ли этого времени для борьбы с грибковыми заболеваниями? Есть ли исследования на эту тему? Исследования, конечно же, есть. Есть различные лабораторные опыты заключений и исследований и, соответственно, отчеты по ним. Так, сколько она сохраняется? Но на поверхности листа бактерия достаточно быстро погибает, однако она успевает побороться с фитопатогенами. Она успевает заблокировать их жизнедеятельность. В общем-то, задача-то какая сельной палочки? Окружите этот патоген настолько с собой, чтобы не дать ему жизненного пространства дальше развиваться. И опять же-таки проникаем в растение, потому что есть такая способность в ациусе проникать в организм растения, повышая тем самым иммунитет и позволяет растению бороться с грибковыми заболеваниями. Так, после пикировки и высадки рассады через сколько можно полить аллерином и гумаиром? Вы можете полить хоть прямо вот сейчас. Пересадили и полили. Вы не навредите. Опять же-таки, как только мы при пересадке повредили корень, его нужно простимулировать скорее, чтобы начали нарастать новые колешки. Поэтому проливайте, проливайте, не навредите ни в коем случае. ой, опять мы просто попадаем. Что посоветует от вредителей? Ну, смотри, какие вредители, у вас прям такой большой-большой хороший вопрос, который требует отдельного разговора. Смотри, какие вредители, смотря на какой культуре, где вы хотите защищаться от вредителей. Прямо вот сейчас, наверное, это прям будет целая тема для следующих вебинаров. вот так. Говорят, что если замоченные семена всплыли, значит, не всхожи. Правда? Ну, вообще я слышала, что да, когда они не всходят, всплывают, то они, да, возникают пустоты внутри семян, жизненная энергия там, соответственно, уже низкая, и, в общем-то, да, семена кислородные не всходят. Ну, в общем-то, плохо, они уже достаточно староваты, поэтому... Лучше здесь. Да. Так, как влияет кислотность почвы на активность штамм триходерма в ваших препаратах? Как влияет? Вот у нас химик над разгадом. Вопрос хороший. Ну, во-первых, у нас нет таких кислых почв, которые могли бы уничтожить или повлиять негативно на триходерму, и нет таких человечных. Это должны быть очень сильные такие условия. Но, в принципе, диапазон почвы от 5, 5,5, от 4, естественно, и до 8, нет точно. Так. Влияет? Нет, не влияет. То есть, штамм спокойно себя чувствует. Нельзя сказать, что вот какая-то кислотность... У нас нет такой кислотности, например, 3,5 или там 4, это уже повлияет. Но и таких почв у нас нет, какие, в принципе, редко встречаются, если где-то только засоленные почвы с высоким содержанием солей, бикарбонатов, там, больше 9 типа аж. Но, к сожалению или к счастью, таких мы очень у нас... Отлично. Так, сколько примерно кальция на гектар вносить? Вопрос профессиональный. Сейчас ответим. Вы ответите? Конечно. Ну, давай. Смотрите. Хотя мы про рассаду сегодня рассказывали. Да, про рассаду. Не забывай нас. Ну, рассаду тоже можно на гектар перевести, потому что... И басики не сажают гектарами. Но мы гектар разделим на 10 тысяч и получим на квадратный метр. Должно быть не менее 20-30 грамм на квадратный метр, что, в принципе, является такой неплохой дозой именно для рассады. 200-300 килограмм на гектар получается. Все. Ну, давайте все-таки мы будем вспоминать, что сейчас мы больше ведем для дождь. Никого-то у нас 200-300 килограмм мы напугаем с такими дозами... 20-30 всего лишь на квадратный метр. Вот, друзья, мы сегодня постарались вам рассказать о рассаде. Это такой важный, важный и очень бережный этап развития растений. Это же маленькие детки, которые холли в лелеем и очень...